Большим разбором полётов закончилось сегодня заседание у главы города, где подводились итоги дорожных ремонтов. Причём выволочку от мэра получили не подрядчики, а чиновники. Эдхам Акбулатов поставил вопрос о реорганизации ведомства, которое у нас контролирует ход дорожных работ. Значит, я хочу сказать, что меня не устраивает такая работа. Как так получилось, что пол проспекта заасфальтировали, а потом начали вырезать? Вы сколько работаете в учреждении руководителем? Три года. Сколько вы вообще работаете в сфере жилищно-коммунального хозяйства? По-моему, более 15 лет вы занимаетесь этим вопросом. 16 лет. Вы что, только родились, что ли? Такой жёсткий выговор получил руководитель городского центра капремонта жилья и благоустройства Леонид Быков. Мэр припомнил главный летний конфуз – переделку проспекта Мира. А ещё более полусотни судебных исков к подрядчикам. За их из рук вон плохую работу. Глава города уверен, это и вина чиновников, которые не доглядели, потому что не очень старались. Теперь всех сотрудников центра ждёт переаттестация, а возможное увольнение. Вдобавок, Эдхам Акбулатов заявил, что намерен выдавить с рынка всех недобросовестных подрядчиков. И добавил, что уже планировать будущие дорожные ремонты власти начнут сейчас, чтобы потом не растягивать всё до морозов. И обязательно будут советоваться с красноявцами. Так, в течение двух недель департамент горхозяйства должен выложить на сайте администрации список тех дворов и проездов, что будут асфальтироваться в будущем году. И нам необходимо тогда, значит, уже сейчас объяснить, как будет организован этот процесс именно сейчас. Не в мае месяце, а именно сейчас. Процесс согласования с горожанами предстоящего объёма работы. После чего будет доработана необходимая проектно-сметная документация. И там же Эдхам Акбулатов объявил, что пост главы советского района покидает Владимир Мурысин. Он написал заявление по собственному желанию. Отмечу, Мурысин один из сторожилов Красноярской администрации. Там он трудился аж с 97-го года. Он был и главным по горхозяйству, и руководителем Ленинского района, и первым замом Пимашкова. А последние пять лет возглавлял советский район. Чем Владимир Мурысин будет заниматься дальше, он не поделился, но заявил, что уходит не потому, что у нового мэра к нему были претензии. Наверное, в жизни каждого руководителя приходит время, когда надо принимать такое решение. Решение это признано, осознанно, потому что надо уступать дорогу молодым, энергичным. Решение это признано.